В нашем интернет-обзоре ваши самые свежие новости, которыми вы поделились с другими пользователями, в том числе многочисленные аварии, жалобы, февральские морозы и коммуналка. Впрочем, обо всем по порядку. Утренней не задалось у владельцев этого минивена и малолитражки. Автор поста Дмитрий Быстров так и подписал свои видео и фото. Снова авария на новой дороге со Светтихстроя на юго-запад. Соблюдайте скоростной режим и пропускайте скорую. И добавляет, все живы, пострадал только женщина из ГЕЦ. Комментаторы добавили, что на дороге гололед, а вот Андрей Табаев просит не винить погодные условия. Он напомнил, что знак там стоит 40, а ездят все не менее 80. Еще одно ДТП теперь в Николаевке, которое произошло на 4 часа позже. Три авто с характерными механическими повреждениями. Диванные эксперты оживились и начали обсуждать характеристики авто участников аварии. Сошлись на том, что место там не очень. На сайте InfoRM тоже авария, но с пострадавшими. Именно на 47-м километре автодороги Саранск-Большой Игнатово. Там столкнулись ВАЗ-14 модели и Лада Приора. По предварительным данным, Приора выехала на полосу встречного движения, где врезалась в 14-ю. В результате лобового столкновения погибли три человека. Еще двое получили травмы. А еще на сайте вы можете найти информацию о новоявленных колдуньях, что колесят по улицам Саранска и обирают старушек. И о подозрительных лещах, которые собирались ввести на рынки города. Всего этого стоит опасаться. И читайте сайт InfoRM. Ольга Пахомова призвала пригвоздить к позорному столбу строителей микрорайона Восточный. Свой пост она, не пожалев, наполнила фотоотчетом о житье-бытие в новых квартирах. В крик души она вложила наверняка все силы. Оттого текст пропитан тщетностью бытия. Вот некоторые выдержки. Не работает вентиляция, стены покрыты плесенью, на окнах конденсат. По газовым котлам течет вода и попадает на плату. Котлы ломаются. Аэробоксы — это не приточный клапан. Это для того, чтобы не было плесень на окнах. А они врут тем, кто этого не понимает. Они замерзают при сильных морозах. Мы-то так понимаем, что они — это строители, которые, судя опять же по позорному посту, замечать ничего не хотят. Популярный городской паблик приветов передает привет, ну, неясно кому. Просто человека достало, что из крана по улице Волгоградской каждый день течет ржавая вода. Течет и течет. Но автор этого фото Лена Басалаева уверена, после послания на снегу теперь точно заживем. Позитивному писателю редакционный лайк. Может быть и правда, все будет хорошо. А если не будет, то вы жалуетесь и обязательно в интернете. Нам же надо что-то обозревать.